Вы можете взять квадрат размером 5 на 5 клеточек. И вы можете нарисовать, опять-таки, к примеру, 2 на 2 клеточки. Я вовсе не говорю, что обязательно так. Пожалуйста, может быть, кто-то из вас возьмет, скажем, 7 на 3, кто-то, может быть, возьмет 6 на 1. Это не так важно, но важно, чтобы эти числа не были бы слишком большими, с одной стороны, и с другой стороны, все-таки, уж не были бы слишком маленькими, чтобы было видно, да? Хотя, с другой стороны, скажем, 3 и 1 тоже можно вполне катиться. Пожалуйста, рисовать надо более-менее в центре тетрадного листа в клеточке, когда вам ничего ни с левой, ни с правой не помешает. Так вот, картинка такая, значит, квадрат, внизу пририсован тоже такой квадратик. А теперь очень важная вещь. Вот здесь такой же квадрат размером 5 на 5. Ровно такой же, как был здесь. Ну и, разумеется, вот в этом месте что возникло? Возможность нарисовать квадрат размером 2 на 2. Так, а в этом месте что возникло? Возможность нарисовать квадрат 5 на 5. Так, а в этом месте что? 2 на 2. 2 на 2, совершенно верно. Догадайтесь, что здесь будет? 5 на 2. Ну-ну-ну. 2 на 2 здесь будет, конечно. Так, а здесь что будет? 5 на 5. 5 на 5. Полезно, если вы продолжите дальше и поймете, что на самом деле вся плоскость может быть таким образом зарисована. Можно я, значит, не буду рисовать, считая, что более-менее все уже поняли, ладно? Вот, как устроена эта штука. Значит, маленькие квадраты образуют такую вот последовательность. Большие квадраты, они, ну, на самом деле они очень похожие маленькие и большие. А вот теперь я задаю простой вопрос. Если взять и нарисовать такой вот косой квадрат. Вот, пожалуйста, я его живо-мело показываю здесь на доске. Такой вот косой квадрат. Что тогда будет? Вся картинка будет в косых квадратах. Вы абсолютно правы. То есть можно продолжить вот так, все понимают? Можно продолжить вот так. Ну, ребята, опять, я сейчас остановлюсь, считая, что... Все мысли уже поняли. Ну, и так далее. И так далее, и так далее до бесконечности. То есть плоскость покрыта два раза. Один раз она покрыта квадратами площади... Какой там? 2 и 5. То есть площадь 4 и площадь 25. Это стороны 2 и 5. А другой раз она покрыта косыми квадратами, но уже большими. Ну, а теперь, неужели вы уже поняли, к чему я поняли? К тому, что если у вас есть какая-то большая площадь, которая покрыта одной материей, а потом сверху она покрыта другой материей. Понятно же, что на самом деле площадь покрытой одного слоя совпадает с площадью другого. Правильно? Вот. Но если хотите совсем строго, то давайте так. Вот смотрите. Есть квадрат размером 5 на 5, вершиной которого я сейчас показываю вам жирными точками. И есть вот такой вот квадрат наклонный. Замечательно. Давайте посмотрим, чем они отличаются. А вот чем? Вот этот треугольник, он есть в квадрате размером 5 на 5, а вот в этот наклонный он не входит, но он входит сверху. Согласны? Да. То есть если я вот этот треугольник передвину сюда, то все будет замечательно. Хорошо. Дальше. Есть вот этот вот маленький такой треугольник у квадратика 5 на 5. Найдите мне его, пожалуйста, в наклонном. Где он? Справа, слева. Слева внизу, слева внизу? Слева внизу. Конечно. Так, опять, всем понятно, что это просто вот так вот, да? Сдвигаешь и... Отлично. Эти два треугольника одинаковые. Так, что я еще должен сказать? А, я понял, что я еще должен сказать. Вот эта фигурка... Ребята, вот эта фигурка... Ребята, где она есть? Слева. Согласны? Да. Ну, вообще, все. Значит, итак, объясняю историю. Берем вот этот квадратик размером 2 на 2. Часть его остается прямо здесь, а часть переезжает сюда. Берем вот этот квадрат 5 на 5. Вот этот треугольник поднимается вверх, этот треугольник сдвигается сюда, и мы, соответственно, получаем это. Все понятно? Все понятно. Повторяю, это длинное доказательство. Но оно замечает это тем, что оно просто красивое. Просто красивое. Да, что? Там, в общем, есть еще один маленький треугольник. Нет, секунду. Вы спрашиваете, почему я вот этот треугольник никуда не передвинул? Да? Да. А зачем? А почему? У нас вот этот квадратик... Я объясняю. Я мог взять вот этот квадратик и тогда говорить о том, что вот этот треугольник передвинуть сюда. Пожалуйста, Морг. Но я сказал, возьму в качестве неподвижного вот этот квадрат и вот этот большой квадрат. Тогда у большого есть такая вот площадка, которая на месте стоит, и у маленького есть площадка, которая на месте стоит. А вот это надо передвинуть, и вот эти треугольники передвинут, или треугольники передвинут.